Добрый день дорогие друзья в данном видео уроке мы с вами на примере такой планеты как Венера рассмотрим разные варианты соединения между планетами то есть мы с вами в данном видео уроке разберем ну вначале мы поговорим об основных характеристиках Венеры да а в дальнейшем разберем ее виды взаимодействия с другими планетами то есть например соединение Венеры с солнцем или соединение Венеры с Юпитером и так далее да то есть соединение Венеры с остальными восьми планетами которые используются в ведической астрологии ну и посмотрим два примера карт известных личности в частности актеров ну что ж давайте приступим к рассмотрению вот этой темы ну прежде всего для того чтобы нам более детально в дальнейшем делать выводы да когда мы будем говорить о соединениях Венера с другими планетами давайте хотя бы основные такие характеристики качества Венеры с вами сейчас обозначим для тех из вас кто еще не так глубоко изучил ведическую астрологию кто только делает первые шаги я думаю что в любом случае это будет полезно и так на слайде перед собой вы сейчас видите такой список ну пожалуй ключевых качеств которые отвечает Венера в гороскопе личности ну прежде всего да Венера всегда ассоциируется с такой женской энергией со способностью любить способность любить безусловно то есть это высший аспект проявления нашей души да поскольку способность любить это и есть божественная энергия соответственно это главное качество нашей души да вот и за эту способность отвечает планета Венера то есть если в карте гороскопа Венера хорошо расположена например в своем знаке или в знаке своей экзальтации если кто-то из вас еще не знает я вам скажу что Венера владеет такими знаками как телец и весы а самый лучший для нее знак это знак рыб именно в этом знаке Венера экзальтирует да так вот если она находится в каких-то таких положениях или например в знаке дружеском для нее вот или под аспектами там других планет бенефиков скажем Юпитера или там луны растущей или и она вместе с Меркурием находится в одном знаке и при этом и Венера и Меркурий находятся благоприятном положении для себя то есть в хорошем доме когда Венера находится в общем все вот эти варианты то что он сейчас назвал да они скажут о том что вот вот эта способность любить способность заботиться о ком-то да способность быть преданным чему-то или кому-то все это будет возрастать это этот аспект вот венерианский он один из самых важнейших которые надо помнить когда мы говорим о качествах данной планеты конечно Венера отвечает также за любовь и на проявленном материальном уровне то есть имеется ввиду любовь в отношениях прежде всего в личных отношениях также Венера отвечает за партнеров браки в целом как в картах мужчин так и в астрологической карте женщин то есть Венера в в целом показывает потенциал партнерство для личных взаимоотношений ну в карте у женщин я добавлю помимо того чтобы рассмотреть Венеру для того чтобы узнать да как сложится область личных отношений из планеты еще обратите внимание на Юпитер на Юпитер потому что Юпитер показывает целом супруга да и Марс еще тоже в карте женщин надо учесть а вот в карте у мужчин Венера пожалуй вот такой единственный ключевой фактор из планет который стоит рассматривать в плане личной совместимости есть конечно другие факторы да там дома надо рассматривать определенные соответственно планеты хозяева этих домов да чтобы сделать окончательный вывод ну вот из планет прежде всего Венера отвечает за личные отношения в целом с точки зрения физического здоровья да Венера отвечать за репродуктивную систему за семя мужчин за почки за пищеварительную систему за питание в целом отвечает Венера также Венера эта планета которая связана с уровнем удовлетворения удовлетворения на уровне так так скажем наших эмоций на уровне органов чувств то есть вот тех ощущений что мы получаем тех каких-либо переживаний которые у нас есть того опыта который у нас есть до тех вещей материальных которые мы имеем в наличии да вот все вот это вместе вот эти аспекты связаны с материальным который приходит к нам через органы чувств вот за тот уровень удовлетворения что у нас есть от этих всех вещей которые нас окружают или с которым мы взаимодействуем за это отвечает тоже Венера в карте чем она сильнее расположена более благоприятно да тем больше ощущение комфорта удобства в материальном плане и удовлетворения бывает конечно ситуация такая что Венера в карте сильно расположена и у человека есть на самом деле вполне достаточно ну так скажем и уровня комфорта и удобства то есть достаточно обеспечен человек да но при этом удовлетворения нету такое тоже бывает это может быть связано с тем что скажем Венера сильная да но при этом есть какие-то неблагоприятные аспекты на эту планету или соединение с какой-то другой планеты способствующий тому что вот человек недоволен да тем уровнем жизни который имеет или теми так скажем национальными впечатлениями которым получают в жизни да например из личных отношений или из уровня материального достатка и так далее но в плане профессии я тут просто несколько указал на самом деле конечно список можно расширять но это не является тема нашего сегодняшнего занятия вот все 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 что вот известно про Венеру здесь рассмотреть для этого есть специальные курсы и занятия вот сегодня у нас основная задача это вот рассмотреть больше соединения Венера но я вот в качестве примера указал да кто может быть какие профессии может показать Венера ну в частности например да из областей связанных с уходом за телом да вот массажисты его терапевты косметологи парикмахеры да Венера конечно связано с областью искусства тоже с точки зрения характера Венера также отвечает за способность приходить каким-либо решением поскольку Венера является хозяйкой такого знака важного как весы да и другой материальный знак это телец да то есть вот комбинация этих двух знаков но показывает о том чтобы человек учился какой-то дипломатии каким-то компромиссом в плане того что я готов отдать для того чтобы получить то что я хочу да то есть вот какие-то такие кардинальные решения и способность взвешивать ситуацию вот с этим тоже Венера очень сильно связано в карте гороскопа соответственно люди у которых более сильный Венера они могут легче приходить каким компромиссом за счет там обаяния да соответственно как у каких-то дипломатических усилий да они добиваются желаемого гораздо более легким путем вот если Венера сильно в карте ну за что еще отвечает Венера из таких ключевых факторов за учителей как ни странно почему говорю как ни странно потому что часто люди думают что учителей в карте пока только Юпитер или там Меркурий например сильный да на самом деле Венера тоже может показать учителей потому что согласно ведическим знаниям согласно легендам которые к нам пришли да из священных писаний ведических шукра это так скажем большинство да лицетворяющий собой данную планету и в ведической традиции все планеты кстати представлены именно мужскими образами вот и вы видите перед собой да справа соответственно изображение один из вариантов изображения шукры вот и здесь я могу сказать что смотрите шукра да по индуистской мифологии он также глубоко изучал велические знания и соответственно признавался одним из ватчайших знатоков традиций также как и гуру гуру это божество да лицетворяющий такой планет как Юпитер да просто-напросто другое другое имя до планеты Юпитер и так вот они оба учились у одного и того же учителя соответственно по набору знаний да и шукра и гуру обладают теми же самыми знаниями другое дело что шукра это божество которое больше было связано с такими материальными практичными делами да не случайно и когда мы сейчас разбираем качество венеры мы тоже с вами да вновь и вновь возвращаемся к этому аспекту что венера очень сильно связано с вот аспектами материальной жизни да то есть с уровнем удовлетворения которые у нас есть от материальных вещей или со способностью проявить нашу любовь например да на материальном опять же уровне в плане там взаимоотношений с конкретным там человеком скажем в рамках личного партнерства или в целом с другими людьми да наша способность дипломатии так далее но в любом случае да это связь есть очень сильно с материальными аспектами так вот венера когда насильно очень в карте она может показать очень высокие способности человека вот именно преподавать какие-то практичные очень знания или это может быть даже очень глубокие такие духовные вопросы но вот именно связаны с тем как проявить это все в реальности понимаете не просто вот научить человека там любители быть преданным в чем-то да но и как это соответственно все проявлять на реальном таком материальном уровне то есть это один из очень важных тоже аспектов для данной планеты связь с такими темы как культура искусство артистизм элегантность играция но это все очевидно для данной планеты венера кстати тоже ну мы связаны часто до женской энергией также как и луну да и вот венера она показывает знаете способность очень сильно влиять на других людей за счет вот своего шарма притяжение внимания магнетизма что соответственно может проявляться как в благостном аспекте да когда за счет привлечения такого внимания мы можем допустим повлиять на ситуацию как-то в благости да то есть смягчать какую-то ситуацию до улучшать и вести к вести к благу для многих людей да и второй вариант когда данная энергия используется для того чтобы манипулировать другими людьми до исполи использовать их ради этом своего собственного благополучия и так далее то есть вот здесь могут быть разные варианты не будем забывать что опять же согласно индуистской мифологии шукр это был учителем для асур ну слово асуры часто переводится как демоны и от этого перевода с того он становится так сказать ужасным всем да но на самом деле здесь речь идет о том что асура как бы символизирует собой вот такой подход когда материально ставится выше духовного основной основной упор в жизни делается именно то что получать удовольствие на материальном уровне да что в конечном итоге конечно же перекрывает доступ к божественной энергии и все потом сводится потому что человек начинает испытывать но под влиянием до именно таких энергий начинает испытывать страдания в конечном счете так вот шукр да надо помнить да что есть два варианта да для использования этой энергии которую может нести или для знаний который может нести есть вариант когда все направлено чисто на материальное через эго ложное да и соответственно тогда человек после такой гонки за накоплением начинает испытывать страдания второй вариант это когда идет через более высший такой аспект энергии данной планеты это когда речь идет о том что человек развивает в себе способность любить других способность сострадать способность преданно служить своему пути своему делу которому должен идти да и тогда это будет совершенно другой уровень и удовлетворение жизни и потому что доступ божественной только усилиться расширится и человек будет чувствовать себя более удовлетворенным более уверенным жизни и будет добиваться большего на самом деле и на материальном уровне и в плане своего духовного развития так что видите здесь вот как бы двоякость есть у данной планеты то есть можно и так использовать ее энергию да можно в одну сторону да можно в другую ну венера отвечает также за способность ценить себя ценить свои качества быть опять же в ладу с самим собой солнце например она отвечает за такую уверенность в себе в плане своих идей своих поступков до общего такого пути в жизни а венера она отвечает за способность ценить себя с точки зрения например того как ты выглядишь да или с точки зрения своих чувств например своих ощущений своих способностей каких-то в плане талантов там и так далее вот ну по поводу показателя партнеров браке в венере мы уже сказали значит венера может давать опять же как я сказал да если концентрация только на материальных каких-то накоплениях то тогда она покажет очень сильно привязанность к вещам каким-то к деньгам к уровню комфорта может показать страх потери соответственно какого-то там статуса далее обладание чем-то под воздействием малейфиков опять же на смотреть каких знаках это все происходит в каких домах да какие именно планеты малейфики влияют на венеру но это может давать и мстительность и ревнивость и какие тяжелые там допустим варианты зависимости скажем алкоголь наркомания или порнография или секс со многими партнерами то есть человек когда не чувствует удовлетворения от того что у него и так есть уже да в материальном плане или он стремится найти новый всплеск эмоций знаете чтобы почувствовать какой-то новый как ему кажется да новый более глубокий уровень удовлетворения вот тогда начинаются все вот эти поиски нового источника якобы наслаждения или там радости соответственно вот эти варианты зависимости до появляются ну еще один из вариантов за что отвечать венера в конце просто даю это транспортные средства ну просто чтобы у вас был какой-то такой список знаете основных таких показатель за который отвечает венера ну хорошо сейчас мы уже с вами перейдем дальше к рассмотрению вариантов для соединения венера с другими планетами в общем то это является целью нашего сегодняшнего такого занятия итак ну какие есть соединения соединение всего 8 может быть до вариантов я имею ввиду если там венера из какой-то еще одной планеты естественно что смотрите вот в предыдущем видеоуроке мы разбирали в варианты йог да то есть соединение планет между собой между их энергиями и конечно есть разные варианты да могут быть соединения аспектами например да мы с вами разбирали то есть не обязательно чтобы они вместе находились в одном знаке в одном доме вот но в данном конкретном сегодняшнем таком занятии мы говорим прежде всего именно о соединениях самих планет между собой то есть в одном знаке или в одном доме теперь еще вот что хочу добавить прежде чем пойдем конкретно уже разбирать каждый из этих вариантов осмотрите в принципе соединение можно рассматривать планет не только вот в карте раши до в основной карте который разбирается ведической астрологии также может смотреть эти же соединения но просто под другим может быть углом более таким более узком контексте но но их также можно смотреть например и в дробных картах да то есть что может опять же давать соединение между планетами скажем в рамках дробной карты посвященны личным отношениям скажем да на вамше или отношения с детьми допустим если вы берете карту саптамши и так далее то есть можно эти же соединения смотри просто в более узком контексте как я уже сказал да в других дробных картах также можно соединение смотрите в рамках транзитов то есть допустим в какой-то момент там на небе до солнце и венера находятся вместе в одном знаке да вы тоже можете посмотреть представить так как данный транзит может отразиться в карте там конкретного человека исходя из того в каком знаке сейчас этот транзит происходит и скажем где этот знак у человека находится в его карте рождения допустим это усилит энергию скажем того же солнца или венера его карте или наоборот ослабит и так далее то есть я к тому что соединение планеты вы можете менять не обязательно только в одной карте раша вы можете есть ну понятно что то же самое соединение будет и в лунной карте да просто это будет там другой дом соответственно да вот но вы можете смотреть это все и в дробных картах и в рамках транзитов например планеты вместе соединились в рамках транзитов да и их влияние тоже скорректировать потому что две планеты при этом будут влиять друг на друга на определенным образом еще один вариант соединением сейчас скажу это бывает такая ситуация допустим когда одна планета в транзите идет по натальной карте рождения человека да по какому-то знаку где находится другая планета например скажем венера находится в транзите да то есть на небе для всех для нас допустим venera находится в знаке скорпион да а у какого-то человека в его карте рождения допустим скорпионе находится сатурн и вот тоже получается какое-то соединение немножко энергии временная конечно же да вот на тот момент что венера находится в сатурне да она будет как-то влиять на вот то место в карте на тот дом в карте где у человека находится этот знак сатурна соответственно вместе с в мире знак из меня скорпиона где вот находится планета сатурн то есть венера во время этого транзита сколько он там будет две недели там за три недели до она будет влиять на этот самый сатурн может быть она как-то облегчит дела связанные с данным домом для человека внесет больше там доброты больше дипломатичности да по делам этого знака или по делам сатурна соответственно да за те дома что он отвечает карте так далее то есть я к чему все это еще раз повторюсь да для чего я все говорю про соединение планет может смотреть не только вот в рамках какой-то карте рождения одной только и все из можно смотреть эти варианты и для дробных карт okers сказал и в рамках транзита когда две планеты вместе идут в транзите по одному знаку или еще один вариант когда одна планета транзите по дому в какому-то да в карте рождения или можно смотреть это в карте лунной вот то есть я там находится другая планета да то есть как бы в рамках транзитов происходит какие-то Вот варианты соединения энергии планет. Ну хорошо, это я так в целом сейчас дал им разные варианты для рассмотрения соединений планет. Ну перейдем уже непосредственно к нашему занятию, конкретно посмотрим соединение Венеры с планетами. Итак, Солнце и Венера. Если они вместе находятся в карте рождения, что это может дать? Ну давайте скажем, что это часто достаточно бывает соединения, потому что Венера она от Солнца далеко не отходит. Это одна из планет, которые если рассматривать Земли, то эти планеты находятся, ну даже если не из Земли, просто взять нашу Солнечную систему. Это планеты ближайшие к Солнцу, Венера и Меркурий. И соответственно, когда Земли мы смотрим на движение планет, очень часто и Венера, и Меркурий находятся рядом с Солнцем. Или в том же самом знаке, или в ближайших знаках. То есть Меркурий там максимум на один знак может отойти от Солнца для построения карты рождения, а Венера максимум на два. Поэтому вот эта комбинация Солнца и Венера часто встречается. Так же, как комбинация Венера и Меркурия, например. Мы до нее тоже дойдем скоро. Итак, Солнце и Венера. Ну что может быть? Смотрите, происходит соединение планеты, связанной с Душой в целом, как показатель Души, это Солнце. Один из показателей интеллекта, идей, глубинной интуиции на уровне идей, вдохновения. И планеты, связанные со способностью любить, со способностью ценить красоту. Планеты, связанные с какими-то удовольствиями или желанием получать удовольствие, потому что эта планета связана с органами чувств очень сильно. То есть, вот здесь происходит такое соединение между ними. Солнце еще, карьера, тема карьеры очень сильная, статуса, проявление истинного эго в лучшем случае. Истинный эго это то, что обозначает наше стремление проявлять по максимуму тот путь Дхармы, к которому у нас есть предрасположенность. Или именно по карме, которую нам надо пройти. Это в лучшем случае. Но Солнце может, естественно, отражать и темы ложного эго в карте. То есть, когда человек стремится за счет своих амбиций, прежде всего, удовлетворять свои эгоистические потребности. Итак, вот эти две темы соединились вместе. Что может быть? Ну, понятно, что могут быть разные вещи. Нельзя взять, написать 10 предложений или 100 предложений, неважно, сколько вы их там напишите, и что у всех людей будет одно и то же. Конечно, нет. Конечно, нет. Потому что надо смотреть, а в каком знаке они вместе? Вот они вместе, а в каком знаке? А какое между ними расстояние? Я об этом тоже говорил. Очень важно, когда вы оцениваете соединение планет. Может быть, между ними в рамках одного знака, я не знаю, там 28 градусов. А может быть, между ними там всего 10 градусов. Это разные вещи. А может быть, эта Венера настолько близка к Солнцу, допустим, меньше 6 градусов, что она уже там сгорать начинает. А может быть, Венера при этой ситуации, она ретроградная. А может быть, она находится в обычном директивном движении. Все это будет влиять на конкретные проявления энергии этих планет, в каком знаке они находятся, какие аспекты на них есть и так далее. В какой дом, в каком доме это все происходит. Но в целом, что может быть, что ожидаемо, так скажем, часто. Вот можно здесь прочитать на данном слайде. То есть, может дать определенную силу, выносливость, способность влиять на других людей. Поскольку Солнце, это планета, связанная с харизмой. Венера, планета, отвечающая со способностями к дипломатии, магнетизму. То есть, все это тоже может проявляться. Это соединение может дать высокую сексуальность, может дать успех в шоу-бизнесе. Опять же, понятно, почему. Солнце это в целом такая сила личности. Венера это связь с романтикой, связь с искусством. Любовь к развлечениям это может дать. Развитые чувства вкуса. В целом, Венера отвечает за чувство вкуса. Поэтому, когда она, например, в соединении с Солнцем или с Луной тоже, или с тем же Меркурием, очень часто она может давать способность ценить прекрасное. Потому что эти факторы, то, что я сейчас перечислил, очень сильно связаны с такой глубинной природой личности. То есть, Солнце, например, это Душа, Луна это сознание человека, ум, в том числе и подсознание. Скажем, Меркурий это интеллект. То есть, Венера на это все влияет. И, соответственно, ее качества, они больше будут проявляться в глубине личности. Ну, данная комбинация может давать ревность тоже, если есть какие-то влияния малефиков на данные соединения. И если при этом, например, одна из этих планет страдает. То есть, скажем, допустим, Солнце в дебилляции при этом находится, или Венера, допустим, ослабленная. Я то, что сейчас вам говорю, знаете, это все подтверждается примерами. То есть, это не просто там я взял список какой-то и все. Это то, что реально проявляется в жизни. То есть, уже консультации это все доказывают. Теперь, дальше. Это может показать успех в жизни с помощью, например, партнерства. То есть, Солнце отвечает за карьеру, за статус человека. Венера – показатель супруга, например, или партнера в личных отношениях. То есть, тоже может способствовать этому. Допустим, представьте, у вас Солнце, Венера. Венера, скажем, хорошо расположена в Десятом доме. Обе эти планеты находятся в более-менее предприятном для себя знаке. То есть, в общем-то, это может дать. Теперь человек может достигать желаемого с помощью компромиссов, гибкости, качества Венеры. И также данная комбинация может показать неплохие способности для того, чтобы руководить другими людьми. И при этом быть уважаемым человеком. То есть, Солнце отвечает за лидерские качества, способность управлять, быть хорошим менеджером. Ну и вот Венера за счет, опять же, способности быть гибче, например, в общении с другими людьми, находить какие-то компромиссы или решения, которые, скажем, будут благоприятными и для одних людей, и для тебя, и для другого, исходя из возможного. То есть, это все может способствовать, чтобы такой человек действительно очень грамотно руководил другими. Ну вот, вкратце, варианты для этого соединения. Хотя, опять же, могу сказать, что тут может быть масса всего, понимаете. То есть, эта комбинация может быть и у тирана какого-то. То есть, если при этом, там, не знаю, Солнце сильное, но при этом, скажем, есть влияние малейфиков на эту комбинацию, тогда человек может манипулировать другими, чтобы там удержать эту власть любой ценой и так далее. То есть, учитывайте, учитывайте, прежде всего, вот как расположены эти планеты в конкретном знаке, в конкретном доме, какие есть аспекты, как эти планеты усиливаются или ослабляются, допустим, в Навамше. Очень важная карта, показывающая потенциал человека, потенциал планет в целом по жизни. Ну вот так вот, вкратце, некоторые варианты для данной комбинации мы сейчас с вами рассмотрели. Луна и Венера, допустим, вместе. Что может быть? Итак, ну, как правило, это, в общем-то, очень благоприятная комбинация, особенно в карте женщин. Потому что идет соединение двух планет, отвечающих за женственность, за красоту, за способность любить, заботиться. То есть, понимаете, вот эта Венера, если еще это все происходит в таком знаке, благоприятном для обеих этих планет, ну, представьте, что, скажем, Луна и Венера вместе, ну, скажем, в Тельце, да, то есть, тогда получается, Венера в своем собственном знаке, да, Луна находится в знаке своей экзальтации. Ну, в общем-то, очень благоприятная комбинация, как правило, да, хотя и бывают ситуации, когда Луна и Венера в Тельце, но влияние малефиков, там, Луна убывающая очень сильно, и тогда, конечно, варианты будут немножко другие, но в целом, в целом все равно комбинация достаточно сильная, да, получается, вот, ну, со знаком Тельца, то, что я вам привел. Если, например, то же самое происходит, ну, скажем, я не знаю, в знаке Скорпион, там, или в каком-то еще, то есть, и есть влияние малефиков, тогда уже ситуация будет другая. Но так или иначе, понимаете, влияние Венеры на Луну, оно дает больше, такой вот способность быть более спокойным, да, более миролюбивым, оно усиливает, вот это соединение усиливает обаяние. Конечно же, это добавляет уму, поскольку Луна отвечает за ум, это может добавить и иногда очень даже, может даже слишком сильно, знаете, вот это желание настроен на какой-то успех, в плане, вот опять же, добиться что-то, в материальном плане, и, то есть, гнаться за этими внешними якобы источниками счастья, то есть, накапливать что-то, вот это желание комфорта или, там, статус, роскоши, там, удовольствия, то есть, чрезмерно. Но если человек способен отслеживать за собой эти тенденции, то тогда эта комбинация может действительно дать, на самом деле тот уровень удовлетворения или обладания теми предметами, которые, ну, с одной стороны, не будут его, как бы, вести к деградации какой-то, да, то есть, там, человек не будет трястись, знаете, за тем, что вдруг я потеряю что-то, но при этом будет испытывать чувство, на самом деле, нормального чувства, комфорта, спокойствия, да, радости и так далее. То есть, если все в норме это происходит, да, то, в общем-то, это очень даже неплохо. Такая комбинация дает интерес к искусству, музыке, танцам, поэзии. Ну, не у всех, конечно же, да, но если другие еще какие-то факторы говорят об этом, то может это все происходить. Ну, допустим, Луна, Венера, скажем, там, в третьем доме, влияние Юпитера, да, может давать вот такой вот интерес высокий к искусству или, там, к поэзии, к литературе в целом. Такая комбинация также может давать хорошую такую популярность, в хорошем смысле популярность среди других людей. Почему? Потому что Луна, она показывает в целом, как нас воспринимают в обществе, да, а Венера, соответственно, опять же, гибкость, да, способность к компромиссам, способность влиять, да, шарм такой, да. И вот к таким людям могут тянуться другие, то есть, знаете, вот с таким человеком можно поделиться чем-то, они готовы там выслушать, да, помочь, вот. Конечно, бывают другие ситуации, то есть, смотрите, это не значит, что все, у кого есть Луна и Венера, способны выслушивать спокойно других. Ну, это очевидно, надо еще смотреть, что с Меркурием, да, там, в целом, допустим, как первый дом, как второй в карте расположен и так далее. Ну, если другие факторы не препятствуют вот этому выводу, да, то вы можете, соответственно, на этом, то есть, вот этот вывод, он будет поддерживаться, да, то есть, надо смотреть, конечно, в целом карту. То есть, такая комбинация может давать определенную популярность. Опять же, кто-то может воспользоваться этой популярностью для того, чтобы там себя лично продвинуть и все, вот, по жизни. Кто-то может воспользоваться популярностью, чтобы действительно что-то изменить к лучшему, в целом, да, в обществе или в какой-то ситуации, там, в рамках, я не знаю, работы или того места, где человек живет, то есть, ну, там, социальный проект какой-то и так далее. Также это соединение может дать неплохие навыки в торговле, и поскольку Венера отвечает за материальные аспекты, Луна, планета очень быстрая такая, и также отвечает за способности что-то изменять или там заботиться о чем-то, о ресурсах в том числе. То есть, поэтому могут быть навыки в торговле неплохие, ну, вкус, чувство вкуса, допустим, в одежде или в обустройстве домашней среды, вот, что куда поставить, там, какого качества и так далее, какую мебель приобрести. Люди с такой комбинацией могут быть целителями. Кстати, Венера, я вот не сказал, когда мы перечисляли ее качество, ну, понятно, что все никогда не скажешь так, вот, в рамках одного такого занятия. То есть, Венера дает способность, кстати, чувствовать хорошо других людей часто и способность вот именно врачевать. То есть, согласно мифологии, Шукара был способен оживлять тела, например, погибших асуров в каких-то баталиях. То есть, он был способен оживлять их, да. И, кстати, вот это качество Шукара, ну, часто, ну, рядом астрологов используется, в том числе и для оценки, например, такой ситуации в карте, когда есть так называемая война планет друг с другом. То есть, когда, допустим, Венера находится с какой-то другой планетой, кроме Солнца и Луны, да, и оставшиеся там, да, планеты четыре, то есть, Меркурий, Юпитер, Сатурн или Марс. Да, вот, когда Венера находится с одной из этих четырех планет в пределах одного грануса, это говорится о том, что это война планет, да, может быть, вы такой термин встречали. Так вот, ряд астрологов считает, что неважно, у кого из этих планет меньше градусов, Венера все равно будет побеждать в войне планет, потому что вот изначально, да, согласно древним знаниям, то есть, планета, которая не может, да, то есть, погибнуть, как бы, да, еще и другим помогала выживать, да, то есть, была способность оживлять других, соответственно, Венера никогда не может проиграть в войне планет. Ну, вот есть астрологи, придерживающиеся вот такой концепции, потому что, как правило, общий такой вот подход к теме войне планет заключается в том, что побеждает та планета, которая меньше градусов, то есть, допустим, скажем, связь в каком-то доме Марс, скажем, 25 градусов, да, а Меркурий, скажем, 24, да, вот они вместе находятся, и вот в этом случае, как бы, Меркурий у него меньше градусов, да, соответственно, он победит. Так вот, Венера, неважно, сколько у нее градусов, война планет, Венера всегда побеждает. Ну, вот есть такой подход у ряда астрологов. Я для чего это сделал, такое отступление с этой войной планет? Просто, чтобы вы понимали, да, вот, например, мы говорим, Луна и Венера, целители, откуда это берется-то, да, такой вывод изначально, да, то есть, вот есть определенные мифы, есть определенные ситуации, где рассматриваются, да, качества Венеры, и тогда уже, когда мы берем соединение Венеры с какой-то другой планетой, уже делается такой вот общий вывод, скажем, способности к врачеванию, целительству, да. Ну, миролюбие понятно почему, наверное, да, потому что, смотрите, если Луна вместе с Венером, Венера это изначально планета Бенефик, Бенефик это означает то, что планета, которая прежде всего, хочет что-то улучшить, то есть, внести что-то благоприятное, облегчить, да, дела, ну, дела по тому дому, куда она попала, эта планета, или облегчить дела по делам другой планеты, вместе с которой она находится, понимаете, то есть, вот, у Венеры, скажем, и у Юпитера изначально вот именно такой посыл, да, то есть, внести какую-то доброту, какое-то тепло, облегчение, да, при связи с какими-то другими планетами. То есть, вот, например, Венера с Солнцем мы сейчас смотрели, да, то есть, там у Венеры изначально желание вот что-то улучшить, облегчить по делам, например, Солнца, да, то есть, для того, чтобы человек добился чего-то большего в жизни, в плане, допустим, своего статуса, или в рамках управления, там, другими людьми, да, ну, допустим, или в рамках того, чтобы лучше выразить свои идеи, там, свое вдохновение, чтобы легче это все проявилось на материальном уровне. Венера вместе с Луной, соответственно, у Венеры задача с тем, чтобы сделать как-то ум, работающим в более спокойном состоянии, внести, там, миролюбие, грацию, обаяние в поведение человека, да, то есть, вот, у Венеры изначально именно такой посыл, поэтому она считается бенефиком, да, ну, и, соответственно, вот, тема миролюбия. А есть планеты, которые малефики, да, они, как бы, учат чему-то личность через преодоление каких-то препятствий, да, ну, связь Венеры с малефиками мы сейчас с вами рассмотрим чуть позже. Ну, и последний тут пункт, который, я думаю, многих насторожит, конечно же, это, вот эти слова, предрасположенность к полноте, да, ну, вот, похожий вариант может быть, ну, насчет предрасположенности к полноте, когда Венера вместе с Юпитером. Это может быть еще, кстати, за счет аспектов взаимных, или, ну, или соединения, да, когда они в одном доме. Почему? Почему эта предрасположенность к полноте может быть? Ну, для тех из вас, кто изучает такую систему, как Аюрведа и, там, связь с планетами, в общем-то, у обеих этих планет есть частично, вот, частично связь с таким понятием, как Капха, то есть, которая, соответственно, вот эта вот Доша, да, она может давать, соответственно, ну, склонность к полноте, да, то есть, и Луна и Венера, это как бы смесь, да, это ваты и, ну, в какой-то степени ваты Капхи, да, поэтому вот может давать, да, эти планеты две связаны с жидкостями в организме, да, вот, ну, в частности, Луна, да, очень сильно связана и с кровеносной системой, и с лимфатической системой, вот, когда они вместе, может давать это все склонность к полноте, но не всегда, не всегда, это зависит, опять же, в каком-то знаке происходит, с какими, там, другими планетами есть связь, то есть, в каком доме, да, все это происходит, то есть, не всегда это явно выражается, но может быть, да, то есть, если это все происходит, допустим, в водном знаке и с домами связаны, ну, очень явно проявляющимся там со здоровьем, то тогда это больше может проявиться, да, но это, опять же, не единственная комбинация, которая может показать полноту в карте. Окей, ну, идем дальше. Следующая комбинация, это у нас Марс вместе с Венерой, да, итак, ну, что здесь, ну, прежде всего, первое, что приходит в голову всегда, да, ну, если Марс это такая мужская планета, воинственная, Венера женская планета, да, соответственно, вот, соединились мужское и женское начало на проявленном таком внешнем уровне, ну, что может быть, страстность может быть, да, в личных отношениях, пылкость какая-то может быть, ну, конечно, это первое, что приходит в голову, так оно, в общем-то, и есть. Может это проявляться в каких-то низших энергиях, тогда это может давать, вот, и, ну, слишком такую высокую сексуальность, распутство, бесстыдство и так далее, да, там, капризность какая-то там и так далее. Вот, может быть, в более высоком проявлении, да, это человек, который очень активно может проявлять в своих поступках, в своих делах вот эту энергию, связанную с тем, чтобы улучшить что-то, да, чтобы, ну, там, с любовью сделать то, что он наметил в своей жизни. То есть, это может быть и, в принципе, в очень благоприятном контексте все проявляться, да, то есть, человек получает дополнительный импульс или он свою любовь, да, к чему-то, свою преданность к чему-то, да, очень активно проявляет вот в своих делах, в своей работе, да. Но, конечно же, да, в любом случае, в любом случае надо будет следить за тем, как дипломатично или, так скажем, улучшать вот эти качества дипломатичности и компромиссов, склонности к компромиссам в своих, в своей речи, в своих поступках. Потому что Марс, он отвечает за наши взгляды, какие-то проблемы, насколько мы готовы защищать эти взгляды, да, и вот эта комбинация, поскольку она усиливает в целом страстность, такую пылкость, да, может способствовать тому, что человек или импульсивно начинает принимать решения какие-то, да, то есть, Марс вот это вносит огненность в способности Венеры, да, взвешивать что-то. И, то есть, вот за этим надо следить за тем, как в общении с другими людьми мы, вот, проявляем свои вот эти взгляды, вот. Человек, как правило, да, с такой комбинацией, он более открыт, да, к тому, чтобы высказать, что он думает или что он чувствует, будет такая демонстративность, может быть. Также, может быть, настаивание, да, на своем, в каких-то ситуациях, спорах и так далее. Ну, еще раз повторюсь, я здесь это, ну, не написал, не напечатал, но эта комбинация, на самом деле, также может способствовать тому, что человек, вот, в лучшем своем проявлении, эта комбинация может дать и способность трудиться с большой любовью к тому, что, вот, над чем ты работаешь. Вот так же, вот, и Венера с Сатурном в лучшем своем проявлении может давать постоянство в деле, знаете, человек с радостью делает что-то. Вот то же самое и здесь. И поэтому просто-напросто здесь надо отслеживать, в каких энергиях это соединение проявляется. То есть, если в энергиях благости, это будет один вариант, да, в энергиях страсти, это будет другой вариант, в энергиях невежества, это будет третий вариант. То есть, понимаете, казалось бы, одни и те же планеты, да, но все зависит от того, с каким вот подходом общим в жизни человек использует данную комбинацию. Ну, вот, основные такие качества мы с вами указали. Давайте пойдем дальше, посмотрим. Следующие планеты, я еще просто хочу рассмотреть, там, пару примеров карт, вот, с вариантами, где Венера находится в разных соединениях, думаю, вам будет интересно. Меркурия и Венера. Ну, так же, как вот вариант Венера и Солнца, часто достаточно встречается эта комбинация. То есть, очень часто у многих людей. В целом, она, в общем-то, очень благоприятная, потому что эти планеты, они дружеские, вот, в дружеских отношениях между собой находятся. И, в целом, благоприятная комбинация для, особенно для каких-то решений, вот, в практичных таких делах. Знаете, то есть, для ведения, это может быть, ведение бизнеса, там, торговли, в искусстве. То есть, человек может очень хорошо работать руками, там, что-то менять, применять. Какие-то навыки в ремесленничестве развивать, здорово, там, в искусстве. Там, это может быть, не знаю, рисование, лепка, вышивание, там, шитье. Ну, масса всего, может быть, то есть, надо, опять же, смотреть, в каком доме происходит это соединение, да, в каком знаке, под какими аспектами. То есть, ну, чтобы конкретно понять, да, в чем именно проявится это соединение, это уже надо учитывать другие факторы. Но, в целом, да, это, в общем-то, благоприятная комбинация, потому что Меркурий, это наш интеллект, это различные наши таланты, способности, вот, опять же, в практичном плане. Вот, и Венера, поскольку она изначально тоже, да, да, даёт связь с хорошим вкусом, да, с способностью ценить прекрасное, да, доброта, да, любовь. То есть, когда человек начинает действительно с натающей любовью что-то, чем-то заниматься, вот, это, к нему приходит, да, вдохновение, соответственно, да, поддержка высших сил, и, соответственно, он добивается успеха в том, что он делает, если это всё искренне происходит, да. Артистичность, вот, эта комбинация даёт, также хорошие способности в общении с другими людьми, коммуникабельность. Вот, очень благоприятна такая комбинация для этих всех вариантов. Конечно, лёгкость на подъём, Меркурий тоже такая быстрая планета, и человек может легко принять решение по какому-то вопросу. Вот, всё, что требует, быстроты какой-то, сноровки, вот, в проявленном плане, данная комбинация тоже может это дать. При этом могут быть и другие варианты для проявления этого соединения, и не всегда благоприятные для самой, ну, как для самой личности, так и для окружающих. То есть, это может также, если данное соединение присутствует в каком-то знаке, где эти планеты страдают, и дом при этом не очень такой простой, и, там, влияние малейфиков. То есть, тогда это может дать, я не знаю, склонность, например, это может быть склонность к воровству или к обману, и к обману доверием, к манипуляциям каким-то над другими людьми. Может усилить очень сильно жадность, то есть, потому что две планеты связаны с темой Раджеса, то есть, с желаниями, да, на правильном уровне. То есть, вот эта жажда какая-то, да, обладание чем-то. То есть, может и так проявляться данное соединение. То есть, ну, это уже надо смотреть конкретную карту, да, как всё это может проявиться. Окей, давайте пойдём дальше. Конечно, Юпитер и Венера, если вместе, что может быть? Ну, в общем-то, конечно, опять же, надо смотреть, какой знак, какой дом, кто влияет на эти планеты. Но изначально, в целом, если в общем говорить, конечно, это очень хорошая комбинация, поскольку, ну, опять же, хорошая для чего, да, то есть, с какой стороны, что значит хорошая. И в целом, это благоприятная комбинация для, и как для материальных достижений, и так и для духовного развития. Потому что, ну, две планеты, два бенефика на постоянной основе, да. То есть, это, у человека усиливаются такие темы, как правило, доброта, щедрость, да, миролюбие, опять же, обаяние. Человеку хочется быть счастливым, то есть, соответственно, действовать таким образом, чтобы чувствовать счастье или помогать другим людям почувствовать себя счастливыми, да. Поскольку обе планеты связаны с высшими знаниями, да, то человеку хочется развиваться, человеку хочется учиться, да. И, причем, чтобы при этом была справедливость, да, в поступках, в делах. И, ну, здесь могут быть, да, высокая, такая глубокая вера в Бога, то есть, религиозность, соответственно. Жизненная философия может быть очень такая и практичная, и в то же время очень такая сильная позиция личности по ряду вопросов. Для супружеских отношений, вот, хорошая комбинация, то есть, может показать любящего супруга, допустим, в карте у женщин, верного супруга. Также, так же, как комбинация может давать склонность к полноте, как я уже сказал, да, ну, когда мы рассматривали вариант соединения Венеры и Луны. Вот, и поскольку Юпитер, да, связан с Капхой, с точки зрения Юрведы, ну, что может быть другое еще, да, ну, понятно, тоже миролюбие, это дает два бенефика, гуманность. То есть, такие люди часто могут иметь много друзей, вот, комбинация может давать удачу, если эти планеты обе сильны в карте, да, то есть, расположены в таком знаке, где обе проявляют силу. Ну, допустим, я не знаю, обе находятся в знаке рыб, да, Юпитер отвечает за данный знак, владеет им, а Венера там экзальтирует, да, то есть, вот они вместе, допустим, в этом знаке. То есть, человек может действительно быть очень таким гуманитарно направленной личностью, да, духовной личностью, и при этом на материальном уровне также может сопутствовать удача, такому человеку успех. Там человек честным путем зарабатывает что-то, да, ну, в рамках своей работы, допустим. Но также, конечно, могут быть и какие-то неблагоприятные проявления в этой комбинации. То есть, это может давать и лень, и человек может, и гордыню может давать, и вот желание вот это чувствовать лезть, да, то есть, попадаться на лезть других людей. И, соответственно, таких людей могут использовать. То есть, вот надо чувствовать, знаете, то есть, изначально, как бы, оценение, оно способствует тому, что хочется помогать, там, закрывать глаза на какие-то поступки других, да, прощать. Вот, но не всегда, на самом деле, такое поведение способствует развитию другой личности, да, когда ты полностью, там, прощаешься на внешнем уровне, потакаешь кому-то, да. То есть, иногда на внешнем уровне надо, наоборот, отстаивать какие-то базисные, там, ценности, да, принципы. Это будет, на самом деле, только поможет другой личности начать развиваться, а не усиливать свое собственное эго, да, и, там, что в конечном счете будет ухудшать и судьбу другого этого человека, да, ну, и в целом остальных вокруг. То есть, вот здесь надо следить, допустим, вот Юпитер и Венера вместе, скажем, там, в третьем доме, допустим, да, это даст доброту человеку, да, и, там, в общении с другими людьми, но при всем при этом, может быть, человек не всегда сможет активно проявлять, там, свои интересы, свои принципы, да, в реальных каких-то делах, и это будет только мешать. То есть, опять же, что хорошо, что плохо, да, то есть, все это относительно. То есть, вот люди с такой комбинацией, они должны учиться, вот, балансом между тем, чтобы, вот, действительно быть добрым, щедрым, да, там, справедливым, допустим, да, гуманным, и в то же время не забывать о том, что не всегда, ну, следить, да, за тем, насколько у тебя, там, гордыня это увеличивается или нет, то есть, отслеживать за собой вот это все, не лениться, да, и при этом иногда надо учиться так же говорить, например, нет, или, там, отстаивать действительно то, что, на самом деле, справедливо или верно. Следующая комбинация Сатурн и Венера. Что здесь происходит? Смотрите, Венера, соединяясь с любой планетой, это бенефик, да, если ей хочется что-то отдать, как я уже говорил, что-то улучшить, чему-то помочь, облегчить, да. Сатурн это планета, которая, когда соединяется с кем-то, она, как бы, больше отнимает, больше замедляет что-то, да, для чего, на самом деле, Сатурн это делает, чтобы, как бы, человек стал более серьезным, меньше привязывался к чему-то на внешнем уровне, учился принимать ситуации, там, отпускать что-то и так далее. То есть, у каждой планеты есть своя цель с точки зрения нашего развития в целом, как личности, да, потому что каждая планета отвечает за какие-то аспекты нашего сознания, да, соответственно, нашего поведения, да, за разные области жизни. То есть, в общем, все нам планеты эти важны, просто каждая действует в своем ключе, да, и вот они здесь соединились, допустим, Сатурн и Венера. Что может быть? Ну, смотрите, здесь не всегда, поскольку Сатурн что-то отнимает, да, значит, соответственно, Венера, планета, отвечающая за принятие решений, допустим. Человек, соответственно, в такой ситуации не всегда способен реально, вот, оценить, действительно нужно мне это или не нужно, вот, допустим, речь идет о приобретении чего-то или выборе какого-то жизненного пути или, там, карьера, допустим. То есть, человек может начать делать то, что, ну, скажем, ему не по силам, или он заплатит большую цену с точки зрения своей энергии, там, или средств финансовых, или времени для того, чтобы достичь что-то, а на самом деле это того не стоило, да, то есть, могут быть вот такие варианты проявления этой комбинации. Также в рамках личных отношений это может дать больше серьезности, может дать и холодность, и недовлетворенность. То есть, ну, смотрите, с другой стороны, это может дать очень продолжительные, серьезные, такие глубокие отношения. Опять же, от чего зависит? Ну, зависит, как всегда, да, я повторяюсь, зависит от того, в каком знаке это происходит, да, в каком доме, там, может быть, на эту комбинацию влияет Юпитер своим сильным аспектом, да, тогда ситуация улучшится. То есть, будут более-таки благоприятные варианты проявления этой комбинации, то есть, в более таком сотвичном аспекте, в более благостном, да. Может давать такая комбинация брак с иностранцем или более поздний брак, поскольку Сатурн, он откладывает что-то, да, в делах проявленных. И не всегда может быть гибкость в общении, вот, в такой комбинации. Могут быть также проблемы с репродуктивной системой, поскольку Сатурн является одним из показателей каких-то заболеваний, проблем. Но, как я уже сказал, да, это также может давать такая комбинация и постоянство в личных отношениях, да, глубокие взаимоотношения, глубокое понимание партнера. Это может давать, то есть, люди такие, вот, например, могут очень помогать, допустим, партнеру преодолевать какие-то сложности. Ну, такая комбинация может показать и супругу болезненную, но не всегда на самом деле, то есть, ну, в любом случае, такая комбинация все равно покажет, что человеку надо трудиться на протяжении своей жизни над развитием своей способности любить других, да, принимать других людей, какими они есть, принимать ситуации, вот, учиться находить баланс. То есть, это будет непросто сделать, вот, но этому надо будет учиться на протяжении всей жизни, да, поскольку, вот, Сатурн это планета такая долгоиграющая, что называется, да, то есть, на протяжении всей жизни это планета, которая нас учит глубоко проработать какие-то подсознательные либо комплексы, либо проблемы и так далее. Соответственно, раз Венера рядом, значит, во многом эти темы будут связаны с темами Венеры, да, то есть, вот так. Ну, что еще, может давать такая комбинация любовь к путешествиям, да, поскольку Сатурн, да, показывает иностранные земли, людей, да, соответственно, иностранцев. В хорошем, благостном аспекте может давать способность реально оценить что-то, да, то есть, если сильно расположена и Сатурн, и Венера, и тогда будет грамотность в решении задач каких-то практичных. Так, если, соответственно, слабо расположены Сатурн и Венера, да, или одна из этих планет, то тогда будет сложнее сделать верную оценку ситуации. Ну, может давать ревность такая комбинация, может давать замкнутость, то есть, человек, ему тяжело выразить свои чувства, например, да, или неудовлетворенность есть в отношении того, что человек в жизни получает на материальном уровне или на эмоциональном уровне, да. То есть, вот, все это разные варианты для данной комбинации. Теперь, давайте посмотрим на соединение Венеры с лунными узлами. Ну, первое. Кету и Венера, да, что может здесь быть? Ну, по лунным узлам у меня есть отдельная лекция, может, в YouTube я имею в виду, да, ну, и семинар целый отдельный. И мы распирали тоже варианты для Раху и Кету и в разных знаках, и домах, в общем, в том числе и соединения с планетами, да. Ну, вот, сейчас давайте конкретно посмотрим соединение этих планет с Венерой. Итак, Кету это в целом планета, показывающая наш опыт в предыдущем воплощении, да, наши подсознательные какие-то тенденции из прошлого, где мы пытались что-то проработать, да. А Венера, соответственно, это все то, что мы говорили до сейчас, да, все эти качества. Так вот, ну, что может показать данное соединение? Ну, например, может показать какие-то незаконченные, тему незаконченных личных отношений из прошлого и то, что они переносятся в данное воплощение. То есть, это не означает, что будет тот же самый человек из прошлого с вами жить в этом воплощении. Ну, просто может быть, знаете, похожие какие-то темы или ситуации, которые в прошлом, допустим, до конца не разрешились, да, а в этой жизни, соответственно, человек сможет это уже закончить, допустим, научиться чему-то больше гибкости или там компромиссам в личных отношениях и так далее. Здесь такая комбинация может давать в рамках, опять же, вот личных отношений опасения, что тебя отвергнут, то есть, или там не полностью, там, удовлетворение какое-то есть в личных отношениях. И в результате могут быть смены, да, в Кету это планета, показывающая какие-то изменения резкие, и вот могут быть, ну, частые смены отношений с такой ситуацией, ну, с такой комбинацией беспокойства по теме личных отношений. Или партнер, может быть, ну, из какой, ну, я написал, из другой среды, но имеется в виду, может быть, другого, ну, другого общества, из другого места, да, или другие какие-то интересы. Если, смотрите, если Венера сильно расположена с Кету, то есть, ну, допустим, эта комбинация происходит в одном из знаков Венеры или, так скажем, в знаке Рыб, да, то есть, Венера сильна, то тогда это может, наоборот, показать, что человек накопил большой опыт в прошлом в рамках личных отношений, и в этой жизни, может быть, ему легче, наоборот, будет строить личные отношения, они могут быть более такими продолжительными и так далее. Вот, хотя периодически, все равно, тестирование будет на прочность отношений в любом случае, потому что, ну, Кету, это планета, вот, отвечающая за какие-то резкие, такие, знаете, изменения. То есть, вот эта ось Раху-Кету, она все равно работает параллельно, поэтому, так сказать, сказать, что вот там, то место, где Кету, что там уже все проработано, даже если сильно Венера, что все шикарно, нельзя, конечно, так вот сказать на 100%. Но в любом случае, чем сильнее будет Венера расположена в данном соединении, тем лучше, то есть, однозначно, тем будет лучше и спокойнее, вот, по темам Венеры. Ну, что еще, может давать эта комбинация, поскольку Кету показывает область, где был накоплен опыт какой-то из прошлого, да, и может показать комбинации, какие-то таланты у человека, знаете, в искусстве, вот, вкус, опять же, вот, в прошлом человек развивал чувство вкуса, красоты, там, преданности в деле в каком-то своем, да, или в вере своей, да, во что-то. Так что это все может в этой жизни только помочь, допустим, элегантность, да, дипломатичность, все это как бы связано с прошлым, да, в данной комбинации. Теперь, вариант противоположный, допустим, Раху вместе с Венерой находится в карте, да, Раху это лунный узел, да, это показывающий наше сознание в данном воплощении, то есть, те желания, которые из прошлого не реализовались, они вместе с человеком как бы остались, и вот сейчас ему хочется что-то вот испытать, чтобы почувствовать удовлетворение, да, в этой жизни, то есть, накопить что-то или развить, или проявить и так далее. Ну, эта комбинация может давать очень сильную способность притягивать к себе других людей, очаровывать, да. Изначально Венера имеет такие функции, да, магнетизма, влияние на других, а тут еще и Раху рядом, планета, которая расширяет, да, функции той планеты, да, с которой рядом он находится. То есть, ну, соответственно, усиливаются темы, связанные с влиянием других людей, да. Это может дать очень такой сильный драйв, сильные такие желания обладать чем-то, да, то есть, в материальном плане достигать чего-то. Такой человек может уметь, кстати, легко вписываться в разные ситуации, в разные общества, поскольку Раху это показатель иностранца, да, то есть, человек может дипломатично там, да, находить какие-то варианты в общении с другими людьми и привыкать, может быть, к другой среде обитания легче. Также, естественно, что темы, связанные с личными отношениями, очень сильно расширяются. То есть, может быть, вариант, что все время тоже не хватает удовлетворения в личных отношениях, человек там с одним пытается встречаться, с другим, с третьим, да, и, как бы, хочется большего или там человек думает, нет, вот, настоящее счастье будет там с кем-то, не знаю, из второго десятка своих отношений. Ну, я шучу, конечно. То есть, ну, вот эта тема неудовлетворенности, она здесь часто проявляется в таком соединении. Могут быть проблемы с питанием, опять же, потому что хочется попробовать одно, второе, третье. И могут быть показатели интоксикации. То есть, ну, это зависит уже, конечно, как в целом карта, что происходит, в каком знаке эта комбинация, что с Луной, очень важно рассматривать. Вот при этом, когда Раху с Венерой, надо очень смотреть глубоко, где Луна расположена. То есть, если Луна слабая, тогда вот могут быть варианты и с такими вредными привычками, и с... Кстати, то же самое касается, когда Венера с Сатурном вместе находятся. Тоже обращайте внимание на Луну, это очень тоже многое скажет. Ну, бывает так, что, и помимо многих партнерств таких, ну, я тут расписал это все, ну, вы, наверное, прочитаете. Смотрите, что еще может дать эта комбинация? Ну, влияние достаточно большое, да, в материальном плане. Если это происходит в таких домах соответствующих, ну, я не знаю, допустим, в 10 доме, в 11 доме, да, достижения могут быть очень приличные у человека. С другой стороны, как я уже сказал, да, определенная неудовлетворенность, привязка к материальным вещам очень сильная, может быть, там, к деньгам, соответственно. Может давать подозрительность тоже, данная комбинация. Подозрительность, ревность тоже бывает. Ну, вот так вот, в целом, если мы посмотрим на эту комбинацию. Еще расскажу. Многое зависит от того, вот, когда мы делаем выводы по соединениям Венеры. Ну, не только Венера, любой планеты, да. Надо смотреть, в каких энергиях личность живет. Или, по крайней мере, стремится в каких энергиях жить. Это очень важно, потому что одна и та же комбинация, даже в одном и том же знаке, или в одном и том же доме, понимаете, может себя проявлять по-разному, если человек начинает меняться. Понимаете, то есть, если человек начинает менять свое сознание, те же самые энергии могут начать, ну, энергии, я имею в виду изначальной планеты, да, они могут начать проявляться на другом уровне. Поэтому, у каждого из нас есть выбор, по крайней мере, выбор, как поменять свое отношение к ситуации, в которой мы находимся, да, и поменять свое мышление. Соответственно, исходя из этого, у нас могут появиться изменения и на проявленном таком материальном уровне в рамках наших отношений, карьеры и так далее. Ну что, давайте мы сейчас с вами посмотрим пару примеров для соединения Венеры. Ну, мы не будем полностью рассматривать всю карту для одного человека и для другого. Просто ряд таких тем, связанных именно с соединением Венеры, мы рассмотрим. Ну, я выбрал здесь для примеров двух известных актеров, ну, точнее сказать, одну актрису, Элизабет Тейлор, известная актриса. Киноактриса, прежде всего, да, и, ну, потом мы с вами посмотрим еще карту одного актера. Просто для этих людей известно точное время рождения, соответственно, мы можем, ну, так скажем, более надежно, да, делать выводы по поводу этих комбинаций, присутствующих в их картах. Итак, ну, вот Элизабет Тейлор, известная киноактриса. Что мы у нее видим, да? Мы видим здесь комбинацию Раху вместе с Венерой, да, вот самая последняя комбинация, что мы рассматривали сейчас теоретически. Вот, пожалуйста, есть карта, где эта комбинация присутствует. Находится, вы видите, эта комбинация в знаке Рыб. Вот, знак Экзальтации Венеры. То есть, по идее, Венера здесь очень-очень сильная. Венера также является в данной карте Атмакаракой. И Атмакаракой это, иными словами, показатель души человека, помимо Солнца. Еще есть такое понятие в астрологии Джаймини, вот, планета, у которой наибольший градус в карте, видите, да, у Венеры здесь 25 градусов, 6 минут, больше, чем у других остальных планет. Вот, и, соответственно, эта планета очень связана с таким духовным развитием личности в данном воплощении. Ну, и вот, соответственно, у нее в карте это Венера. То есть, мощнейшая, очень сильная такая здесь йога, поскольку Венера находится в экзальтации в одном из домов Кендер. И, соответственно, эта планета очень сильно проявляется в личности, в характере ее, в судьбе. Плюс еще это Атмакарака, да, то есть, Венера здесь еще хозяйка второго дома и девятого дома, да. Вот, то есть, эта планета связана с удачей, да. Самая благоприятная планета для восходящего знака Дев, то есть, и она очень сильная, просто мощно сильная. И еще Раху расширяет эту планету, да. То есть, много удачи, много успеха в делах, за которые отвечает Венера, да. То есть, это может быть и искусство в том числе, да, и кино. Но, вот, кстати, комбинация Раху с Венером может показать, да, какой-то новый вид искусства, да, какой-то. То есть, ну, скажем, в 20 веке, да, киноискусство, оно приобрело такой доминирующий характер, да, влияние на людей. Ну, давайте посмотрим другие варианты, что это данная комбинация могла ей дать. Ну, однозначно, да, тема личных отношений по судьбе, по карме, да, очень сильно проявлена у человека, поскольку вот Раху в седьмом доме, и тут Венера находится, да. У нее было, по-моему, 8 официальных замужеств, помимо этого были еще другие партнеры. То есть, вот тема того, что Раху с Венеры может давать очень много вариантов, да, в супружеских отношениях, то есть, неудовлетворенность, какой-то поиск все время вот какого-то идеала, да. Вот, ну, я уже не первый вижу карту, где вот Раху с Венеры, да, здесь вот именно в этом знаке, в седьмом доме, вот, действительно, это дает такую комбинацию часто. При этом, смотрите, седьмой дом силен, поскольку хозяин седьмого дома здесь Юпитер в экзальтации тоже находится, но ретроградный, да, вот, здесь это немножко, может быть, мешает. То есть, сила очень большая седьмого дома, то есть, партнерство, в целом, достижение успеха с помощью партнерства, да. Тоже, вот, Юпитер в одиннадцатом доме, это успех, соответственно, и денежный, и вообще оценка, там, премии, да, сколько у нее там, мне, по-моему, две были премии, оскаровские, и масса других каких-то тоже достижений. То есть, все это действительно было успех, и в том числе связанные с, частично, с личными отношениями ее. Вот, но здесь, видите, еще есть влияние Малефика на эту комбинацию. То есть, может быть, если бы, если бы не было вот такой слабой Луны, вот, в третьем доме, да, она здесь в дебиляции находится, причем в градусе дебиляции. То есть, не все так плохо с Луной, в принципе, потому что она здесь находится в своем доме, в Навамше, плюс в знаке Луны экзальтирует Юпитер в этой карте Раша. Но, тем не менее, понимаете, третий дом, то есть, с одной стороны, ее ум также связан вот с талантами различными, да, с общением. Ну, кстати, третий дом, да, это тоже руки, и связь с искусством, в принципе, да, третий, третий, пятый дом. И, в общем-то, смотрите, пятый дом у нее силен, тут Сатурн в своем собственном знаке находится. Вот, но, еще раз повторю, вот этот Рахус Венерой в седьмом доме не обязательно мог бы дать, в таком знаке, не обязательно бы он мог дать ей вот так много партнеров в личных отношениях, да, может быть, было бы их меньше и более прочными были бы отношения, если бы Луна была посильнее здесь, и если бы не было бы аспекта сильного Сатурна на эту комбинацию. Потому что здесь вот аспект третьим, третий такой стопроцентный аспект идет на эту Венеру, которая с Раху находится вместе, то есть, вот это немножко мешает, конечно. Ну, а помогает здесь, конечно же, аспект Юпитера, да, из одиннадцатого дома на свой, собственно, седьмой дом, девятый аспект, стопроцентный Юпитер, он, конечно, здесь помогает. Ну, и плюс Юпитер помогает также Луне своим аспектом, да, помимо того, что он в ее знаке находится, да, ну, еще и аспектирует, соответственно, Луну, дает ей помощь. Вот, ну, что еще можно сказать по поводу этой комбинации Раху Венеры в ее случае, да, то есть, колоссальный успех, обаяние, шарм. И вот интересно, я прочитал, что, ну, цвет ее глаз, он был очень таким необычным, такой, даже близкий цвет к фиолетовому, да, то есть, необычный такой цвет глаз. Интересно, что Раху отвечает, да, за ультрафиолетовую часть спектра света. Так что, видите, здесь Раху с Венерой, и Венера отвечает за второй дом, соответственно, в том числе и за глаза. Ну, вот интересно, но это не значит, что у всех, у кого Раху с Венерой, и Венера владеет вторым домом, что у всех будет фиолетовый цвет глаз, ну, просто вот здесь так интересно совпадение. Я об этом не знал раньше, просто прочитал ее биографию, было интересно. Ну, еще пару слов по этой карте. Может быть, у вас вопрос, да, как мы здесь можем увидеть, что она была актрисой, да, то есть, как увидеть этот путь в карте, да. Ну, как правило, считается, что вот шестой знак, шестой дом могут давать способности в актерском ремесле, помимо связи с третьим, пятым, тоже связь с искусством, помимо сильной Венеры. Вот эта тема, шестой, двенадцатый дом, вот эта вот ось, да, также может давать успех в актерском ремесле. Потому что это достаточно конкурентная такая среда, сильная, да, чтобы добиться успеха, надо много трудиться, работать. Вот, и здесь мы видим, да, у нее Лагнеша, хозяин первого дома находится в шестом. При этом Меркурий здесь, хотя он подгорает, кстати, он здесь подгорает, он в одном градусе находится с солнцем, видите, да. Тут, кстати, также находится Марс еще, хозяин третьего дома, видите, здесь есть связь личности с хозяином третьего дома, вот, с искусством связь есть, да, здесь сильная, с талантами, соответственно. И подгорает здесь и Марс, и Меркурий, но хочу сказать, что, смотрите, и Солнце здесь очень сильное в ее карте, и Меркурий, поскольку они находятся в одном и том же знаке, в Навамше. То есть, эти две планеты, они здесь дают такое понятие, как Варгатама, это когда планета находится в одном и том же знаке, в карте Раша и в Навамше. Соответственно, они получают силу большую. И еще один важный момент, когда планета какая-то находится в пределах одного градуса с Солнцем, это означает, что на материальном, физическом уровне будут какие-то проблемы у человека, да. С другой стороны, вот, какие-то другие вещи, да, могут очень сильно проявиться. То есть, в ее случае, например, вот комбинация Солнца и Меркурия в шестом доме, имеет то, что это хозяин первого дома, и он ослаблен, да, он сгорает все-таки здесь. То есть, вот, это дало проблемы в плане физического тела. У нее была масса проблем со здоровьем. Если вы почитаете ее биографию, там у нее куча была разных операций, причем очень серьезных. Она там несколько раз была близка к смерти. На протяжении всей своей жизни она массу прошла к проблемам на физическом уровне, вот, но при этом она достаточно долго жила, умерла в возрасте 79 лет. То есть, вот в плане здоровья она испытала кучу проблем, да. Смотрите, восходит знак Дева, да, в шестом доме Лагнеша. То есть, эта комбинация часто дает проблемы, да, со здоровьем. Но, поскольку Меркурий здесь все-таки врага тама, да, поскольку он в одном градусе Солнца, то есть, какие-то другие качества в плане ее общения, например, да. Вот в данном конкретном случае это проявилось достаточно, ну, благоприятно. То есть, вот в этом контексте Меркурий не пострадал, да. Вот, ну, здесь еще в плане общения, что был плюс, поскольку Венера хозяйка второго дома, да, тоже дом связан с речью, Венера здесь сильна, вот, и она с детства, в принципе, она уже с детства была актрисой. То есть, она очень, ну, за счет своего вот обаяния, красоты. Вот, так что за счет этого она, в общем-то, добилась успеха в жизни. Ну, хорошо, давайте посмотрим еще одну карту, да. То есть, вот мы здесь увидели с вами Раху с Венерой в седьмом доме, что вот это дало действительно обаяние, притяжение. С другой стороны, было очень много партнерств, то есть, вот какая-то неудовлетворенность была в этом плане. Вот, но также, кстати, да, она, ну, что еще можно интересно сказать по этой карте такого? Она, смотрите, Венера отвечает за девятый дом, да, это наше религиозное воззрение, наша философия, да, так же, как и Юпитер, да, тоже наша вера, наша философия. Смотрите, Юпитер здесь ретроградный, то есть, это может показать, что у человека будет какой-то свой взгляд на жизнь, своя философия или изменения в течение жизни в этом плане. И Венера находится здесь, как хозяин девятого дома, вместе с Раху. Раху это тоже что-то иноземное, зарубежное, да, иностранцы. Ну, вот я могу сказать, что она изначально воспитывалась в христианской вере, а в возрасте, там, 27 лет она перешла в иудаизм. То есть, вот у нее это произошли изменения. И, кстати, я могу сказать, что это, видите, я немножко отвлекаюсь так, да, ну, я думаю, вам это полезно будет в любом случае, да, посмотреть на разные аспекты, вот, при рассмотрении примеров. Вот, смотрите, это часто бывает, вот я, ну, карты разных людей смотрю, кто переходит, например, там, в христианство или кто-то становится, переходит, скажем, в веру в ашновизм или там, ну, другие какие-то варианты, да. То есть, я уже много таких примеров видел. Вот, часто наблюдается, что вот девятый дом как-то связан с темой или Сатурн, или Раху, или ретроградность какая-то есть у хозяина девятого дома или у Юпитера. То есть, вот можете просто тоже понаблюдать такие примеры, если у вас есть, посмотрите, как это работает. Ну, вот, в ее случае это однозначно видно здесь, да, ну, и плюс еще Сатурн влияет, да, на Венеру как хозяйка девятого дома здесь аспектом. Ну, вот, мы с вами посмотрели, да, варианты, что могла дать вот эта комбинация Раху с Венерой, да, то есть, много желаний, красота, магнетизм, ну, и не хватало, да, удовлетворения ей. То есть, все время разные, хотелось пробовать варианты для, там, допустим, личных отношений. Следующая карта, еще один пример, и давайте посмотрим, это карта тоже известного актера американского, это Пол Ньюман, карта Пол Ньюмана. И здесь, смотрите, здесь другая ситуация, то есть, если там Венера была связана с, прежде всего, с темой Малефиков, да, в седьмом доме, то есть, поскольку Раху рядом был. Здесь, смотрите, Венера находится вместе с двумя Бенефиками. То есть, здесь Венера находится вместе с Юпитером в первом доме. Юпитер здесь очень сильный, поскольку находится в знаке своей Моутриконы, да, в своем собственном знаке, в Стрельце. Здесь же находится Меркурий рядом. В общем-то, понимаете, планеты в епатерианских знаках, как правило, они не страдают, да, ну, может быть, за исключением, там, Меркурия, да, который дебилирует, да, в знаке Рыб. В общем-то, все остальные варианты, ну, уж, по крайней мере, в Стрельце-то уж точно никто не страдает. И раз уж Юпитер здесь силен, хозяин этого самого знака, и планета Бенефик, в общем, Юпитер врагом ни для кого не является, да, ни для одной планеты. То есть, эти планеты здесь, Венера и Меркурий, точно не страдают, понимаете. Вот, хотя, если посмотреть, вот, там, с точки зрения постоянных и временных отношений, можно сказать, Венера и Меркурий там находятся в целом, да, поскольку временные отношения получаются неблагоприятными, да, то есть, они как бы в доме врага находятся, то есть, что-то теряют. Да, я вам скажу просто еще раз, сама природа знак Стрельца, и хозяин здесь сильный, Юпитер, планета Бенефик, в общем-то, сказать, что они здесь страдают особо нельзя. И еще можно здесь учесть, что Венера, она находится здесь в собственном знаке своем, в карте Навамши, то есть, она усиливается со временем, да, поэтому, в общем-то, можно сказать, что неплохо здесь расположены и Венера, и Меркурий. Вот, плюс, еще раз говорю, они здесь находятся в Навамше в хорошем расположении. Венера здесь в своем собственном знаке, да, Навамше в первом доме, Меркурий в дружеском для себя знаке вместе с Венерой. То есть, в общем-то, все достаточно благоприятно. И Юпитер, кстати, не слаб и в Навамше, то есть, в одиннадцатом доме, в знаке в дружеском для себя, во льве. То есть, короче говоря, очень сильный первый дом получается здесь, понимаете. И Юпитер в своем собственном знаке, а в первом доме тоже йога, да, Хамса йога, одна из Махапаруш йог, дает человеку рассудительность, справедливость, доброту, щедрость. Вот мы говорили, когда рассматривали связь Венеры с Юпитером, например, вместе, да, что это способствует доброте, щедрости, да. Этот человек, вот Пол Ньюман, он, ну, понятно, да, он был тоже актером, очень известным. И почему он был актером, мы тоже скажем, да. Вот, кстати, здесь есть тоже связь, вот видите, связь шестого дома с первым, вот, Венера, да, как хозяйка шестого в первом здесь, и хозяйка одиннадцатого. И эта комбинация дала ему способность вот тоже преодолевать какие-то трудности, да, среди конкурентов, так сказать, продвигаться успешно. Что действительно важно в актерском ремесле. Мы также, как и у Элизабет Тейлор, здесь видим Луну в третьем доме, но здесь Луна намного лучше расположена, чем у нее. Потому что там у нее была Луна одиночная, в ближайших домах не было планет у нее. Вот, здесь все-таки рядом есть Кету и Солнце в соседнем доме. И плюс, Луна здесь все-таки не находится в знаке своей депиляции, да. Это совсем другое дело. Марс, как хозяин пятого дома, очень силен, да. Он здесь же находится, в общем, все эти комбинации, понимаете, говорят о том, что человеку будет, ну, легче, так скажем, легче продвигаться по жизни. Общее ощущение от жизни будет более уверенным, более удовлетворенным. Потому что, ну, видите, Венера вместе с двумя бенефиками. Ну, и, смотрите, в личной жизни, вот у него хозяин седьмого дома, Меркурий здесь в первом. То есть, у него, в отличие от многих других актеров, ну, у него было два супружества, да. То есть, у него была сначала первая жена в течение, по-моему, девяти лет, первый брак у него был, да. А второй брак длился почти 50 лет. То есть, это, в общем-то, для Голливуда, да, учитывая бешеную его популярность, и, в общем-то, это говорит о том, что о глубоких каких-то нравственных, да, качествах в характере данного человека. Ну, и, опять же, откуда это все берется, восходящий стрелец, да, и связь Венеры с Юпитером, вот, Меркурий тоже, да, показатель интеллекта. То есть, здесь немножко другое было, да, другие ожидания в личных отношениях, другие, другое поведение, да, другое образ мышления и так далее. Вот, и он очень так же, вот, много жертвовал на благотворительность. Он создал, ну, разные, ну, я просто два примера дам, да, он там много чего другого делал, но два примера. Он сделал компанию, связанную с продуктами питания, и эта компания работала следующим образом. Значит, все те деньги, которые оставались после уплаты налогов, то есть, фактически, вся прибыль, да, вся прибыль шла на благотворительность. Он ничего себе в карман от этой деятельности не клал. И за, там, 20 лет, сколько она там работала до его смерти, вот он ее создал, там, в конце 80-х, и за 20 лет 300 миллионов долларов, вот, что компания заработала, да, ну, я имею в виду, после выплат, наверное, всем, там, рабочим, да, которые там трудились и так далее, то есть, вот, ну, личную прибыль, как бы, как владельцу, то есть, 300 миллионов долларов, сколько они там заработали, все ушло на благотворительность. Он сделал, там, какие-то лагеря для детей, то есть, ну, типа, пионер-лагерей, да, то есть, для больных детей, типа, санатория, для оздоровления, да, и там, там, больше 10 тысяч, по-моему, отдыхал ежегодно в этих вот местах. То есть, человек, который, ну, очень много сделал, то есть, для разных людей, вот, с точки зрения благотворительности, вот эта комбинация, да, Венера-Юпитер, это доброта, щедрость, все это реально проявилось. И это был очень практичный человек, да, то есть, вот, Венера с Меркурием дает практичное решение проблем каких-то. То есть, вот он создал, пожалуйста, компанию, да, в материальном уровне. Есть разные актеры, знаете, которые пытаются идти в бизнес какой-то, или что-то делать, и кто-то из них прогорает, да, то есть, не все успешные такие. У многих деньги просто со временем исчезают, да, то есть, они их проматывают. Здесь человек, наоборот, воспользовался вот той славой, теми заработками изначальными, что у него были, чтобы заработать больше, да, и при этом поделиться вот этим достоянием с другими людьми. Ну, какие здесь еще сильные комбинации в его карте? Ну, мы видим, там, Марс очень сильный, то есть, вот, Пятый дом показывает определенный кредит из прошлой жизни, вот, человек, видно, очень много трудился в прошлом и был мужественным. Кстати, это проявлялось в том, что он играл очень, ну, в кино, мужественных людей, успешно ему удавался этот образ, то есть, это, ну, опять же, вот, из прошлого в какой-то степени. Марс силен здесь, Сатурн очень сильный в 11-м доме, видите, да, в знаке своей экзальтации. Сатурн здесь тоже влияет на Венеру, видите, и на, соответственно, Юпитер, Меркурий, как хозяин седьмого. Ну, вот, пожалуй, вот этот аспект Сатурна, наверное, дал ему развод в первом браке. Вот. А так, в принципе, Сатурн в 11-м доме в такой экзальтации, это очень сильный тоже показатель, поскольку дает, вот, успех, успех и достижение. Ну, здесь еще и Дхана-йога есть, да, Сатурн, как хозяин второго дома, находится в экзальтации в 11-м, то есть, шикарная комбинация, однозначно, можно сказать. Ну, вот, собственно говоря, такие основные факторы. Можно еще сказать пару слов по поводу Солнца, Скету, и Раху в 8-м доме. Так, заодно уже в качестве бонуса в сегодняшнем занятии. Смотрите, Солнце, Скету, да, показывает, что человек в прошлом развивал определенные лидерские качества, да, вот, и связано это было с темой семьи, может быть, с темой ресурсов, управления собственными ресурсами, да, и можно сказать, что человек в прошлом добился успеха в этом, поскольку хозяин знака, где находится Кету, он силен, да, вот, но, с другой стороны, Солнце, Скету, здесь, конечно, страдает немножко, да, то есть, не всегда, может быть, уверенность была в себе у человека, то есть, с этим еще надо было поработать в этой жизни. Ну, а вот тема того, что Раху в 8-м доме в знаке водном, да, в знаке Рака, показывает, что в этой жизни надо было помогать, ну, работать с ресурсами других людей, или для ресурсов других людей, поскольку 8-й дом – это 2-й от 7-го, да, 7-й дом – другие люди, 8-й дом, соответственно, их ресурсы, и также нужно было научиться чувствовать себя удовлетворенным, чувствовать себя эмоционально защищенным в любых ситуациях, то есть, вот эта тема, когда Раху находится в 8-м доме. Ну, и я полагаю, что, в целом, наверное, ему это удалось сделать, вот, поскольку, ну, смотрите, вот такая комбинация, да, когда 3 планеты Бенефика в 1-м доме – это очень сильная помощь для того, чтобы, ну, еще в собственном знаке здесь Юпитер, да, это очень сильная, это получается еще 11-й дом в лунной карте, кстати, вот эти 3 планеты, тоже очень сильная комбинация, то есть, это помогает, на самом деле, усилить вот сознание личности в данном воплощении и капитальное его развитие, то есть, первый дом – это, как бы, наш ум, да, в какой-то степени, наше развитие, наш путь, вот, и я полагаю, что ему удалось много чего достичь вот в течение этой жизни в этом плане. Ну, что, на этом наше сегодняшнее занятие подошло к концу, я думаю, оно было вам полезно, вот, мы с вами посмотрели на примере Венеры, да, как можно рассматривать соединения разных планет между собой, да, с вами посмотрели соединение Венеры, посмотрели пару примеров карт, да, для где Венера связана с другими планетами, вот, так что, надеюсь, было полезно для вас занятие. Все, всего вам самого наилучшего, вот, желаю успехов. Вот есть еще один слайд, еще один слайд, извиняюсь, остановимся, сделаем пять минут. Я здесь просто написал, знаете, общие, такие, ну, вспомогательные правила, да, для того, как усилить и организовать Венеру. Я просто-напросто забыл, что я еще и это добавил, да, ну, вот, увидите, у вас сегодня еще один бонус есть в сегодняшнем занятии. Ну, смотрите, я думаю, если вы уже, там, занимаетесь изучением ведической астрологии, то вы, наверное, в курсе, да, всех этих указанных здесь рекомендаций. Ну, если кто-то еще, так сказать, только делает первые шаги, может быть, вам это будет полезно. Ну, вкратце я перечислю сейчас то, что вы видите перед собой. Смотрите, Венеру усилить и гармонизовать можно, ну, прежде всего, это если вы развиваете свою способность любить что-то, кого-то, понимаете, вот, прежде всего, на уровне внутреннего взаимодействия, да, со Вселенной, да, то есть, желать любовь другим людям, да, уметь прощать, вот. Ну, и, конечно, желательно это проявлять еще и во внешнем своем поведении, да, в поступках, в каких-то взаимоотношениях, вот. То есть, это номер один, как улучшить, усилить Венеру, да, научиться любить, да. Дальше, ну, более практичные дела, это, конечно же, забота, конкретные такие поступки, забота о женщинах, забота о жене, преданно выполнять свой долг какой-то, идти своим путем в жизни, питание, если вы упорядочиваете свое питание, вы очень сильно улучшаете свою Венеру. Если вы работаете со своим телом, поскольку Венера планета связана с органами чувств, то есть, вы работаете со своим телом в плане, вы следите за ним, то есть, делаете физические упражнения, тело становится более гибким, ну, например, с помощью йоги или других каких-то упражнений, вот, вы тоже улучшаете свою Венеру. Если вы находите время, чтобы дать определенный уровень удовлетворения или удовольствия для своего тела и интеллекта, потому что это важно на самом деле, мы живем в материальном мире, и большинству из нас, понимаете, нет необходимости, как бы, полностью подавлять себя, там, свои, все инстинкты или свои желания на материальном уровне, да. То есть, можно учиться, как их удовлетворять, просто это не обязательно, чтобы это все шло в деградации, да, есть разные варианты, как можно удовлетворить свои потребности, да. И так вот, если вы их удовлетворяете здоровым таким образом, благости, то, в общем-то, это только здорово, только будет улучшать. То есть, вы пошли, допустим, в пятницу, да, День Венеры, на какой-то концерт, да, получили удовольствие, или вы отвели свою супругу, допустим, в ресторан, да, попробовали какие-то, ну, вкусные блюда новые, да, допустим, да. То есть, вот, это тоже по Венере, понимаете, это отдых, да, по Венере связанный. То есть, надо учиться вот такому подходу, чтобы, с одной стороны, вы получали удовлетворение или определенный уровень комфорта, чтобы у вас был, да, и при этом, чтобы это не было полностью потворство, знаете, потакание, там, бесконечным каким-то желанием, или, там, чтобы, так скажем, надо учиться, да, в чем-то и ограничивать себя в какой-то степени, да, с другой стороны, нельзя полностью все подавлять. То есть, вот, учиться такому балансу, да, это тема Венеры тоже. И, ну, в конце я написал, да, что вот этот вот вкус счастья в благости, да, желательно его найти и, соответственно, закреплять в своих поступках. Ну, все, я думаю, что этот слайд уже последний. Я надеюсь, что с этим я точно уже не ошибаюсь. Есть такое дело. Ну, что, я еще раз вас благодарю за внимание. И надеюсь, занятие было действительно полезным для вас. Все, до следующих встреч. Всего доброго.